18 студентов из ползни, не случайно для стажировки из множества университетских программ, выбрали программу Карачаева-Черкесского государственного университета. Профессора факультета экономики и управления подготовили для иностранных студентов множество мероприятий. Это и круглые столы, и дискуссии на самые острые темы, работа в библиотеке, публичная презентация, зачетных докладов. Нам приятно, что именно нашу программу выбрали и приехали. Организовывая научную стажевку этих студентов, мы на себя берем ответственность, представление всего нашего края, нашей республики, Кавказа, даже России сегодня, когда очень сложная обстановка в Европе, проблема с санкциями, некто не понимая на политическом поле, но образовательном, культурном поле мы стараемся налаживать такие отношения. В ВОЗе не ограничились только научно-исследовательскими изысканиями. В течение месяца чешских студентов знакомили с природой Тиберды и Донбая. Побывали они в Архизе и на Медовых водопадах. Посетили селение Старого Карачая в Кубанском ущелье. Я учусь на университете в городе Плза и я здесь на стажировке. Мы видели природу, мы были в Донбай, мы, что мы еще видели, Архиз, что, Архиз, что, Архиз, то, что, Медовые водопады, Кисловодск. Я тоже учусь на университете в Плзне, на философической факультете. Моя программа есть международные отношения. Мы здесь познали новый язык, новую культуру. Проводя много времени в стенах вуза, чешские студенты завели здесь много друзей, улучшили знания русского языка. В рамках программы для этого были предусмотрены специальные часы для обучения. Успели молодые люди сыграть и в товарищеский матч по футболу. Болельщики назвали его Чехия-Россия. Зарекомендовали они тебя как позитивные и общительные ребята. Были многие поездки по ущелям нашей республики. Вацлав, Марина, Всеволод. И можно сказать, что, если я поеду в Чехию, то я могу сказать, что у меня в Чехии есть друзья. Они знакомятся непосредственно с нашей культурой, нашими традициями, нашими памятниками культуры и истории. И, надо сказать, они в восторге. И нам приятно, что мы смогли представить такой положительный образ и Кавказа, и Карачаева, Черкесии, и даже России. А главное, студенты расширили свои знания Кавказа, узнали о древней культуре народов, проживающих здесь. Шерифат Лепшоков, Али Султан Санжапов. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск.